Добрый вечер участники сегодняшней встречи в Евроклубе. Сегодня у нас встреча необычная. Идет предвыборная кампания самоуправления. Соответственно, происходят сражения по всем краям Латвии, в том числе и Великая битва за Ригу. Но сегодня мне бы не хотелось, чтобы это отчасти предвыборное мероприятие превращалось в чисто агитационный базар. А чтобы мы поговорили по делу о том, как Рига, каковы ее перспективы стать региональной Балтийской столицей, ну и, может быть, в перспективе одной из европейских столиц. Прежде всего, в плане не культуры, в плане культуры мы уже одна из европейских столиц. То, что Европейский Союз выбрал Ригу в качестве официальных столиц европейской культуры, это был у нас 2014 год. Вот это, собственно говоря, есть признание. Речь идет о месте на карте Европы как центра развития. Место, которое любят деньги, предприниматели, мозги. И все это слетается, концентрируется. И в результате уровень благосостояния отдельных жителей Риги, я хочу сказать, всея Латвии. Потому что, конечно, можно представлять Латвию как конгломерат разнообразных регионов. Регионов это очень правильно. Но, с другой стороны, Латвия это, по большому счету, такой вот древнегреческий поле с центром в Риге. И только Рига способна вытащить Латвию на мировой и европейский уровень. Да простят меня жители и руководители других латвийских самоуправлений. В сотрудничестве с ними. Но только Рига обладает таким колоссальным потенциалом. Вот обо всем этом мы поговорим сегодня на площадке Евроклуба с Юрисом Пуца. Номер два списка Мартинша Вондерса. Но, да, в случае гораздо важнее то, что Юрис преподает в Латвийском университете стратегическое управление. У Юриса есть опыт работы в госструктурах. Юрис руководит партией латвийского развития, я правильно сказал. Вот, то есть, ну, это правильный человек. С другой стороны, я приглашаю всех здесь присутствующих подключаться к разговору в качестве экспертов по отдельным сферам. Александра Гришуленко по социальному предпринимательству. Павла Левушкана по вопросам, какое состояние сознания, ментальности, духа обеспечивает экономический прорыв. В общем, комментируя Макса Вебера, протестантская этика и дух капитализма. Вот, как нам создать настоящий дух предпринимательства 21 века вот здесь и сейчас, в Риге. Ну, я вижу тут людей, которые тоже могут быть экспертами по многим вопросам. Итак, разговор начинается. Пожалуйста, Юрис, кратко. Как Рига может стать метрополией, столицей Балтийского региона в плане развития, привлечения финансов? Что этому может способствовать? Что мешает? Пожалуйста, вот краткое введение, чтобы, реагируя на него, мы могли вытащить и все содержание этого, конечно же, одного из главных и, можно сказать, судьбоносных вопросов и для Риги, и для всей Латвии. Ну, в первую очередь, наверное, спасибо за приглашение. Добрый вечер всем. И у вас тема, конечно, разговора сегодня такая, о которой можно было бы написать книгу и еще остались бы вопросы, которые нужно было бы обсуждать и понимать. Я, конечно, смотрю на этот вопрос, думая в этом вопросе уже очень долгое время, думая о том, если мы смотрим на развитие Латвии, какие факторы вообще важны, чтобы мы, как страна, развивались очень стремительно. И, конечно, вопрос Риги очень важен. Именно из-за того, как уже правильно Игорь говорил, что Рига уже сегодня, самый большой фактор развития латвийской экономики, в Риге концентрируется, это уже не первый год, многие года концентрируется наш интеллектуальный потенциал. Здесь концентрируется и экономическая активность, здесь наиболее возможно развитие и новых технологических форм, и новых идей, инновационных идей, которые, конечно, возможны и в других местах Латвии. Я не говорил, что они невозможны, мы уже видим, что есть места в Латвии, очень многие места, где новые интересные идеи, разработанные идеей, развиваются везде, где есть человек. Это не связано с тем, большое число людей или маленькие. Самый главный вопрос, есть ли возможность этого человека не только придумать что-то новое, но есть ли возможность его этой новой идеей воплотить. И здесь есть, конечно, преимущество Риги, если сравнить с другими самоправлениями, другими городами Латвии, именно из-за того, что у нас Риг, конечно, самый большой город, здесь самая большая возможность получения финансовой поддержки, финансовой возможности, здесь самая большая возможность получить и каких-то советов из других людей, которые уже знают, которые есть идеи, как что-то развивать, как бы создавать такой инновационный климат, где любая идея становится возможной. Не все, конечно, могут платиться, и это тоже очень важный вопрос для экономики, чтобы функционировать. Важно, чтобы мы поняли, что будет множество людей, которые никогда не воплотятся, потому что не было спроса в том моменте, не было людей, которые вы развивали. Но для государственной власти и особенно для самоправления чинской власти важно, чтобы они помогали тем факторам, которые помогают этим идеям воплотиться. Что для меня важно? Немножко критические ноты. Если мы посмотрим, ну, в экономическом плане Рига не конкурирует с Епай или с Венспилсом, или даже с Юрмалой или Бабитой. Рига конкурирует в нашем большом регионе, в северно-европейском регионе, с, конечно, Сталином, с Венюсом, с Стокгольмом, с Хельсинки, с Дартом и с, конечно, польскими городами. И мы должны в этом регионе быть интересны. Интересны для, в первую очередь, интересны для людей, у которых есть или иногда случаются новые идеи. И если посмотреть, что мы делали в Риге, что за последние годы было сделано, чтобы в Ригу обречь людей, у которых есть идеи, у которых есть новые продукты, проекты, программы, то нужно сказать, что очень мало. Но если посмотреть другие города, которые развиваются более стремительно, то, что мы видим там рецепты, почти одни и те же. Город ищет возможность сотрудничать с университетами. Это очень важный вопрос. Посмотрите, как в Стокгольме, как в Хельсинки. Это очень важный вопрос. То, что мы видим в Таллине, это то же самое. Десять лет назад Таллинн, как город, был самый главный вуз. Эстония не находится в Таллине. Но они работали, стремительно работали на правительстве Эстонии, чтобы создать Таллиннский университет. Не было такого университета. Был вуз педагогический, был технический университет, чтобы создать Таллиннский университет. Чтобы было возможность, где людям, которые занимаются наукой, занимаются инновационной деятельностью, работать вместе, найти новые идеи. И город в Таллине, в Лунде, в Стокгольме, в Хельсинки, сейчас и в Вильнюсе, город самый главный фактор, который помогает развивать инновационную среду. Там есть сотрудничество с вузами, есть бизнес-инкубаторы, есть научно-технологические парки, есть специальные программы, программы помощи маленьким предпринимателям. Если мы посмотрим в латвийской ситуации, то у нас единственная программа, которая развита именно благодаря Риге, это программа Experience, она работает уже в 15 лет, это программа новой, это программа новой, финансовая идея, хорошая программа. Да, хорошо. Погнали. Погнали. Мы делаем толпы, который мы делаем. Иван Скорчунов, доктор Маука. Я делаю это. Америка, Латвия. В начале 2000 годов, было очень большая идея развития в Риге парка технологии. И тогда три университета Риги, у нас три университета, Технический Рижский университет Радыни и Латвийский университет, работали вместе с самоправлением. В самом начале 2000-х годов, в 2004-2004 году, очень развивался проект. Идея была, конечно, приобрести европейские деньги. Не получилось тогда, мы ни в что не ступили. И потом эта идея умерла. И умерла из-за того, что Рижское самоправление больше не видела интереса. Если посмотреть, что у нас происходит в Вильнюсе, что происходит в Таллине, там уже работают специфические парки, научно-технологические парки, которые именно работают с помощью поддержки самоуправления. Без помощи самоуправления, это невозможно. У нас все программы, которые работают на помощь предпринимателей, на помощь инноваторов, они созданы государством. И здесь получается, что Рига как бы конкурирует с другими самоправлениями Латвии. И я уже говорил, я считаю это неправильно. Рига не конкурент Ялгаве или Далгопресса, или Мааруэ. Рига должна, у Риги другие нужды, другие типы развития сейчас нужны. И таких программ, увы, нет. То, что мы можем сделать. Там у нас до сих пор есть тот же потенциал развития, который связан с тем фактом, что у нас есть в Риге три большие университета, у нас есть большинство научных институтов находится в Риге. У нас очень хорошая система работы финансовых институтов, и там есть возможность получить развивать новые и новые продукты. Мы, если сравнить с Талином, с Винницем особенно, мы более конкурентоспособны в этом плане. Но работать в самоправлении и как бы вспомогать этому процессу и создавать необходимые пункты развития. Еще очень важный вопрос. Можно, конечно, смотреть на этот вопрос только с точки зрения идей и людей, которые есть идеи, инновационные идеи, но очень важный вопрос, чтобы была такая культура предпринимательства, чтобы у людей было ощущение, что я хочу рискнуть, я хочу рискнуть, я хочу создать свой маленький бизнес, я хочу создать свою бешеную идею, которая у меня есть, я хочу эту идею воплотить. И, увы, и там важный вопрос, чтобы было, особенно в первый раз, как это делается, было два вопроса важные. чтобы первый раз создавать было очень просто. Очень просто. И другой вопрос, чтобы, потому что там 80% из этих первых начинаний, увы, но не воплотится, из-за того, что не хватает знаний или других вопросов, чтобы были программы, которые помогали бы попробовать второй раз. Не боится того, что есть какие-то ошибки, попробовать еще раз. У нас проблема в том, что то, что вспомогает, конечно, есть всякие там государственные программы, как я говорил, и программа Аспиренс тоже, она предназначена для новых предпринимателей, но она, увы, не растет, и она такая нефлексибельная программа. Но если посмотреть на то, то, что есть именно в, если сравнить с Таллином и Уильюсом, то, что очень параллитично. Это тот факт, что все требования, которые связаны с маленьким бизнесом в бюрократическом плане, у нас все потруднее. Просто один пример. Я сегодня говорил с одним молодым человеком, у него предложит, он взял в аренду кафе и хочет, ну, конечно, пришло хорошее время, конечно, нужно открыто летное кафе там выстроить. И, оказывается, Рига единственный город не только в Латвии, но во всех балтийских странах, где предприниматель, если хочет получить возможность для открытия летнего кафе, он должен создавать визуальный, как бы, такой проект, специфический проект и подавать, и ждать до месяца, чтобы открывать. В сравнении в Вильнюсе достаточно, что ты просто подаешь с рукой, там, показано на улице, сам нарисовал, где находится там студия, все, и выдается это разрешение в течение двух дней. Двух дней. Если больше, чем двух дней, тогда считается, что ты уже получил это разрешение. Двух дней. И большинство случаев в Вильнюсе они получают в течение полчаса разрешения. У нас месяц. И это, конечно, не такой очень большой вопрос, который как бы изменяет все. Нет, это не изменяет все. Это таких маленьких вопросов. И состоит трудная участь молодого прикрывателя. Он должен каждый день думать о том, как изменить там что-то разрешение, которое он получил. И если бы мы начали с того, что убрали этих очень больших требований, со стороны самоуправления, если мы шли и вспомогали с помощью сотрудничества между бизнесом, научными институциями и самоуправлением, создавали среду инноваций, то и третий фактор, который я уже очень долго говорил, очень важный, и чтобы у нас была такая среда, которая была очень открытая, чтобы люди приезжали здесь, работали, уезжали на месяц, на два, как и очень открытая среда, очень важна для инновации, чтобы в любое время вы могли бы на месяц или на два месяца получить важного для вас научного, или не научного, но менеджерского работника. Тогда бы у нас Рига очень стремительно расслабила. Все другие факторы у нас лучше, чем Таллин и Венесы. Мы должны убрать те преграды, которые существуют. Ну да, вот эта ситуация с малым бизнесом, с малым предпринимательством, она является как бы индикатором. Вот мой первый вопрос, а тут у нас обычно в Евроклубе такой порядок, такой регламент, что сначала выступает основной гость, потом я задаю заготовленные мои вопросы, а потом уже вот можно вступить в полную силу. Если у вас вдруг возникла такая реплика, такое замечание, такой желательно краткий вопрос, который не может терпеть просьба вырваться вперед и задавать его, овладевать пространством. Стратегия для Риги – это что? Стратегия для Риги, ну, стратегия развития города – это что? На чем вы базируете свои установки? Вот откуда, куда, из чего? Ну, как? Это не смог вытерпеть предприниматель Александр Пришуленов. Я думаю, что самое проблематичное было бы выбрать какую стратегию мы бы говорили. У нас одна, единственная отрасль для нас только важна. Например, Гаврилию, что у нас в Риге только ИТ и все. Это было бы неправильным путем именно из-за того, что мы не такой маленький город, мы не большой город, если сравнись с Нью-Йорками или Лондоном, но не такой маленький, чтобы развивалась только одна отрасль. У нас есть, если посмотреть, какие есть возможности, у нас есть уже то, что дано природой теми людьми, которые выдумали, что надо немцами, которые построили город здесь 800 лет назад. Мы стоим в море, у нас порт, порт – это и территория. Сейчас порты – это не только перегрузка товаров, это все возможные сервисы, связанные с переработкой товаров, и здесь очень мало сделано вообще-то. Если посмотреть, если даже в сравнении с другими портами Латвии, там Лепа и Венспилса, у нас самый маленький прогресс, развитие портовых территорий, как и индустриальных территорий. У нас они просто терминалы и технические территории, связанные с перегрузкой товаров. Если сравнить с Лепа, где ситуация 10 лет назад была хуже, чем Риг, сейчас они обе лучше в ситуации, чем Риг в этом плане. То, что еще надо, у нас, конечно, есть те уже статегические преимущества, которые мы умеем, в сравнении с Палином и Венесом особенно, и это и сфера, уже названная сферой ИКТ и ИП, у нас лучше развит сектор, хотя эстонцы думают по-другому, но у нас лучше развит сектор ИКТ и по части внутреннего валового продукта, и по, самое главное, по самому валовому продукту, который создается в Риге, у нас лучший сектор. И третий фактор, конечно, это, конечно, финансовая отрасль, и финансовая отрасль дает и другие возможности для развития других секторов. У нас хорошо развитые сервисы. То, что у нас нет, мы не привлекли институции, больших институций здесь, в Риге, которые работают в мировой конкуренции, которые связаны либо с ИТ, или с финансовым. Например, в сравнении с Вильнюсом, сейчас Барклайсбанк и Вестерн Юнин создали свои как это называется Head Office, это Back Office, это все административные сервисы. И сейчас не только это дети две, у них уже около 15 тысяч людей, которые работают в этих рабочих местах. Это рабочие места, где они получают 3 до 10 раз больше, чем средняя зарплата в этом городе. Это очень важный фактор. И другое дело, мы не сделали этого вопроса. Если посмотреть, какие у нас есть такие компании, которые пришли в Латвии и работают в таком плане, там те, которые уже в Латвии имеют свои бизнеса, например. Статуэл у нас перевел. Возможности были большие, и сейчас эти возможности очень большие. и, увы, от Риги ничего не делается. Сейчас большие возможности, которые связаны с тем, что британцы уйдут из Европейского Союза, и очень меняется финансовая индустрия Европы. там очень большие возможности. Там, например, литовский мир, я просто его знаю лично, он сейчас каждый месяц, неделю в Лондоне. Каждый месяц у него встречи с утра до вечера, чтобы, ну, говорить с бизнесами, приходить имеются. А мэр Риги ездит, наверное, хорошо в Казань, но в Лондоне как-то не очень. Ну, если я правильно понял твою такую установку, что у Риги в силу и гидрофического положения, и инфраструктуры есть шансы стать таким вот филиалом Франкфурта. Я думаю, что это очень хорошее примечание именно из-за того, что, наверное, город, который... Есть сейчас всякие теории, кто будет тот город, который возьмет большую часть бизнеса Лондона, который связан с Европейским Союзом. Моя личная прогноза такой, что это будет именно Франкфурт, там есть всякие основания, почему это именно так. Но то, что важно... Конечно, невозможно, чтобы на Латвию перешли, например, большие биржи или что-то такое. У нас нет такого неразвития инфраструктуры. Но то, что у нас есть возможность, у нас есть возможность работать на нише. И здесь важный вопрос. Какую политику предлагает город? Что мы видим как наши конгрессовые возможности? У нас очень хорошая возможность связана именно, если мы использовали тот потенциал, который у нас сейчас уже есть в наших вузах, в наших университетах. И они уже очень готовы. Именно там есть внутренний вопрос, почему они уже очень готовы, чтобы открыться, дать возможность новым и новым программам, новым и новым преподавателям и так далее. И новые студенты приехали бы. И это дает большой сигнал для всей индустрии. Например, если какие-то, например, сферы. Нам, например, часть хейдж-фондов выбрала бы в своем местном бизнесе, а именно Ригу. Там для них важно, чтобы для них была возможность выбирать сотни, сотни работников с хорошим образованием в сфере финансов. Рига... Дойчий Банк отказал по латвийским банкам в комплектации в эти долларовых операции. Ну, то есть, все становится только хуже. Дойчий Банк отказал латвийским банкам в операции долларов. Ну и все. Это факт... Это факт, который существенно убивает Ригу как финансовый центр. И... И сколько вы потеряли миллиардов за счет вот этих... за последние два года? Ну, нужно понимать, что то, что люди просто держат у тебя деньги в миллиарды, это не значит, что у тебя доходы в миллиарды. Это не то же самое, доходы поменьше. Я прекрасно понимаю. Конечно, это факт, что из-за того, что изменилось регулирование на государственном уровне, связанное с работой банками с нерезидентами, латвийская экономика, да, потеряла несколько десятков миллионов евро доходов. Несколько десятков. Это тоже важно. И то, что важно, я уверен, если смотреть на наш частный банковский сектор, я уверен в том, что это уже происходило лет десять назад, что поменяется в этот раз, но в этот раз у нас очень предпринимательский финансовый сектор найдут новые возможности, но о том, о чем я говорил, мы должны привлекать еще инвесторов, других инвесторов, которые работают на другие рынки. Если латвийские банки конвертируют свои операции в долларах через российские банки, сейчас, это… Это то, что я говорил, там важный вопрос вам… Это не прогресс, это наоборот, мы потеряли то, что имели. Нет, ну латвийские банки вообще-то могут конвертировать свои операции и через латвийские банки, если, конечно, операции не связаны с Россией, если операции, конкретно денежные операции связаны с Россией, тогда до сих пор это делалось через латвийский банк, а сейчас делается через… …банки, которые хотят провести какие-то долларовые операции, они проводят через российские банки. Долларовые операции, которые направлены на саму Россию или страну СНГ. До этого это делалось через латвийский банк, если делать на рынок Европейского Союза, это можно делать до сих пор через банки Европейского Союза. Так, ну вот здесь можно сделать интересную такую и важную фиксацию, что Латвия… Вот я не специалист абсолютно финансово-банковского сектора, но у меня сложилось впечатление, что, как и во многих других сферах, Латвия никак не может самоопределиться. Либо она хочет быть таким серым банковским сектором России, через который осуществляются там всякие, скажем так, индивидуально выгодные для отдельных там банков и лиц операции, или стать прозрачной зоной, где могут останавливаться, привлекаться мировые чистые, белые инвестиции. Вот правильно ли я понимаю вот эту развилку? Я думаю, что там еще… В первую очередь мы должны понимать, что финансовый сектор – это не только банки. Банк, конечно, очень важная составляющая финансового сектора, но сейчас в нынешней ситуации это единственная составляющая финансового сектора. У нас и латвийский ноу-хау, и это мы видим и в других направлениях. У нас люди привыкли, что карьера… молодые люди, карьера в финансовом сфере – это хорошая карьера. У человек есть такое понимание, если хочешь заработать деньги, иди учись финансово. Правдиво – это не правдиво, это другой вопрос. Это важно, что люди, которые имеют хорошее знание, у которых большие амбиции, они выбирают это направление образования. И это возможность. И то, что мы видим, что создаются новые финансовые бизнесы, которые не связаны уже с банками, но просто это финансовый бизнес. Факт в том, что… Нельзя сказать, что у нас самая большая часть финансового сектора была связана с работой, можно сказать, с клиентами СНГ, с клиентами… можно сказать, иногда очень специфическими клиентами. Но есть, конечно, большая часть этого бизнеса, которое было исторически связано, до сих пор есть, конечно. И там, конечно, в долгосрочной перспективе, то, что мы видим за последние не только 2 или 3 года, до 10-15 лет, там, конечно, ситуация становится все труднее быть конкурентоспособным в этом секторе. То, что я говорю, это и дает возможности. У нас сейчас, например, в секторе, который связан с управлением деньгами частных людей, это в большинстве случаев люди из стран СНГ, там работают около 3 тысячи людей. Около тысячи, полтора тысячи – это менеджера, у которых очень хорошее знание в мировых рынках финансов. Я уверен, если сконцентрировано, весь этот бизнес в Рике, нигде в других городах, в Латвии его нет. Он очень даже балтийский, там очень много людей, которые из Исфании, Литве, из других стран. И если есть такая концентрация людей, у которых есть хорошее знание, они будут конвертировать это знание, они будут создаваться новые, новые бизнесы. То, что важно, чтобы Рибер было готово на этот новый бизнес, там есть очень практические проблемы. Например, я сам знаю, шесть лет назад, когда Барклайсбанк выбирал место, где они будут находиться в Латвийском регионе, все три страны Балтии были анализированы. И, например, в Риге самая большая проблема, у них нужно было в то время, это кризис был в Латвии, очень много свободных мест, как бы офисных, возможности развивать офисы, но для них, прибыль был очень большой офис, почти пять тысяч квадратных метров, у них только для них. И они не рассматривали возможность здесь в двух или трех мостах в городе должно быть сосредоточено в одном месте. Не было такого здания, не было такого здания в Таллине, они выбрали Вильнюс. И были первым, как бы, Вильнюс использовал эту возможность, и потом они уже, когда они выбрали с другими Барклайсбанками, и другими спутниками, как Вестер-Люнинг, где Банк, говорили, приходите нам. Они говорили, знаете, Барклайс же выбрал нас, значит, что-то у нас есть такое хорошее, чтобы они выбрали. Все знают, что Барклайсбанки, ведь мы должны идти именно таким путем. Маквич Бондаш, например, он был две недели назад в Соединенных Штатах, он говорил с представителем Амазона. Они тоже создают свое, выбирают именно сейчас, выбирают свое балтийский офис. И, увы, не с государственной стороны, не с самопроизводственной стороны, там нет предложений. У них тоже нужно, у них не только там рабочие места, у них там нужны склады и так далее, но у них важно, чтобы это было сконцентрировано, потому что они создают новые там, в новом типах, конечно, все это свои логистический бизнес, и у них должно иметь другие требования. И никто из частных владельцев коммерческих зданий, он не может гарантировать такого, что создать и все будет сделано. там должно быть и работа самоправления, и самоправления, чтобы создать это. Быть в Риге до сих пор это не для этого. Так, ну я вот хотел бы в продолжение уже прозвучающего сюжета задать такой, ну, по-моему, с моей точки зрения основной вопрос. Вот в условиях третьей индустриальной революции, ну, по некоторым классификациям, четвертой, то есть когда уже больше не производственной мощности создания, и даже не капитал, а ноу-хау, организационные технологии, информационные технологии определяют, где капитал останавливается, и какие места развития, концентрации он выбирает. Ну, вот есть знаменитый пример, это треугольник Лёвен-Эйнт-Ковен-Ахен, с периметром примерно одна сторона, там, 100 километров, там, в условиях вот этой третьей индустриальной революции важна способность науки, инженерной, технологической сферы, и, соответственно, производства, ну, и, соответственно, квалификация работников. Вот где удается создать такой кластер, где вот если где эти три составляющие встречаются, там начинают твориться чудеса. В Латвии, вроде бы, по отдельности есть удачные примеры и того, и другого, и третьего, но вот такого очевидной не зоны интенсивного развития, ни транзита, ни перевалки, чужих грузов, а вот свой производственный кластер, вот до сих пор так и не сложился. Вот почему вопрос, и есть ли предпосылки, возможности, и что для этого надо, что бы было? Я думаю, что правильный ответ в этом что-то надо называть? Просто потерялся звук. Есть. Я думаю, что то, что важно сказать, когда ты правильно говоришь, это то, что для нового бизнеса они создаются уже не так важно, какие там физические или географические качества обладают одно или другое место. То, что важно, чтобы это было место, где жили бы или могли бы жить люди, которые достаточное количество людей, которые имеют достаточное качество для этого бизнеса. для Риги есть если мы смотрим, где такие кластеры развиваются в Европе, где стремительно идет это исторические города, это не там созданные новые, как бы 20 лет назад все говорили, но там будут новые метрополисы, где будет создаваться это новые финансовые сферы, новые финансовые возможности, новые бизнеса. То, что мы видим сейчас, это фактор уже не в том, где будет самое лучшее издание, фактор в том, где будет хотеть жить люди, которые создают добавленную стоимость. и для этого исторические города более интересны, люди меняются, новые инженеры сейчас, которые создают добавленную стоимость, больше не выглядят как инженеры, они живут как художники, думают как художники, они думают о своей жизни, не в плане как заработать побольше денег, а в плане как развивать качество своей жизни, и они и у них важна эта среда, где они живут, чтобы они способствовали такому свободному, открытому проживанию, свободному возможности развития своего личности. И то, что для Риги важно, у нас есть все предпосылки, исторический город, очень уютный город по ощущению, то, что важно, это фактор, чтобы здесь в первую очередь был развитый сектор высшего образования, где посмотрел из любой страны, кто-то посмотрел, там хорошие университеты, там много студентов, там много иностранных студентов, потому что, если много иностранных студентов, тогда среда вся среда города становится более интернациональной, ощущение, что, если приезжает кто-то работать из другой страны, у него есть быстрая возможность находить людей, с которыми найти совместный язык, место жить, развивать свою личную жизнь, другие факторы. и очень важный фактор, чтобы было, чтобы город развивался именно смотря с перспективы, как, почему здесь, именно здесь, новому, очень образованному человеку создавать свое место, свое проживание. Почему здесь? что должна быть? Хорошая система образования, хорошее ощущение среды, хорошая развитая инфраструктура. Не так важно, чтобы у нас был еще один мост как ощущение, что это хорошо жить, здесь можно пройти, здесь смотрят на любого человека, который здесь живет хотя бы с интересом и с возможностью проживания. У нас есть некоторые большие возможности, например, за 10 лет, за последние 10 лет, наши вузы, 10 лет назад во всех вузах Риги вместе иностранных студентов было 1300 человек, сейчас почти 5000 мы выросли три раза, это еще недостаточно чтобы было ощущение, что у нас много, они должны быть около 20000, но вузы очень заинтересованы этим, они думают об этом. Очень важно, чтобы хотя бы половина из тех иностранных студентов думали о том, чтобы остаться здесь. До сих пор это не происходит. 98% из этих иностранных студентов уезжают после окончания учебы. Есть конечно хорошие примеры, хосом обумеры, я всегда говорил, за его деньги получили хорошего врача, сейчас политика, но он работает как врач, и за его деньги он сам приехал из другой страны, 6 лет здесь проплатил, потом проплатил все года резидентуры, и сейчас работает у нас и есть возможность для наших людей у него лечиться. И есть хороший пример, но очень мало. И там важный вопрос, вообще есть какой-то диалог и государственные, и самопоядочные институции с этими новыми студентами, которые приезжают из других стран. Предлагаем ли мы им возможность развивать бизнес здесь? А там очень большие возможности. тот же самый Хоса Мавмери как пример. Пока он был студентом, он создал общество, сотрудничество Латвии и Ливана. И он до сих пор это развивает, он помогает нашему, всем государственным институциям, потому что у нас нет никакого контакта с Ливаном в нормальном плане, а у него это частный контакт, у него там себя до сих пор живут. И он вспомогает. Например, на каком языке может быть высшее образование в Риге? Для местных и неместных студентов как услуга экспорта образования в определенном смысле? хорошо то, что постепенно за последние, я думаю, что это вспомогало очень много, за последние 10 лет политики поняли, что высшее образование сейчас это глобальный феномен, и очень важно, чтобы было возможность преподавать по всяким языкам. сейчас вузы это делают очень активно. Конечно, самое большое направление развития это, конечно, английский язык, это совсем понятно, мировой язык науки английский сейчас, и когда-то я тоже работал, и работаю до сих пор преподавателем, администрацией работал вузе, и даже студенты, которые приезжали тогда из СНГ, у них интерес вообще приезжать студентами в Риге связывался с тем, что есть возможность образования на английском языке, они там требования и возможности стать студентами на русском языке очень-очень маленькие. То же самое мы видим, например, в университете Тарту, у них уже несколько лет есть возможность в первые годы обучения на русском языке для студентов из вне Эстонии и тоже очень маленькое число, которое это выбирает, большинство выбирает Грузины, стран Цени, Азии, они выбирают свои студии именно на английском языке. И это очень важно, чтобы были возможности. это, конечно, там есть, конечно, некоторые очень практические проблемы. Ну, те же самые студенты медицины. Для них очень важно, конечно, чтобы они практиковали на пациентах. и большинство пациентов, конечно, не разговаривают на английском языке. так что они изучают латышский язык. Это важно, конечно, и это тоже важно, чтобы мы могли этих людей уговорить потом остаться в Латвии и развивать в Латвии. И это один фактор, который у нас очень-очень сильный. То, что у нас не хватает из идеи развития, здесь кластер развития такого большого прорыва, у нас не хватает у нас и общество, и государственные и самопленческие институции боятся ну, боятся открыться людям, которые мы не знаем. Но там люди будут из других стран. Как мы с ними будем работать? У меня последний вопрос, после чего я дам возможность наброситься на юге собутся здесь присутствующим. Отношения с восточным соседом. С одной стороны, географически, исторически латвийский регион всегда был вписан вот в эти пути восток-запад, север-юг. сейчас, в ответ на персональные санкции Евросоюза, Россия ввела эмбарго. Ну, вот этот вопрос стал сразу предметом спекуляции, в том числе и политическим. Вот как сейчас, с учетом сложившейся ситуации, должны выглядеть правильные адекватные усилия самоуправления, ну, с поглядкой на политику государства, Евросоюза, в отношении восточного соседа. Пытаться налаживать какие-то сепаратные каналы связи, особых отношений, вырастить здесь, в лиге, следующую российскую администрацию, возможно. Как? Ну, наверное, вопрос, как, это, я не верю в развитие отношений с, ну, там, какие-то сепаратных или не сепаратных отношений, например, там, регионами России, например, с Санкт-Петербургами или Псковыми, как бы, фантазии насчет того, что это будет вспомогать фактору, что политика России изменится или политика Латвии из-за этого изменится. Ну, Россия, она, очень вертикально организованное государство, там, только люди, которые никогда не сталкивались с российскими государственными учреждениями, могут фантазировать, что там есть возможности сепаратной политики в СКОВе или сепаратной политики в Санкт-Петербурге, в Казани, в Республике Таташтад, там, это политика, которая развивается в Кремле, и в Казани, или Псков, или Иваново, просто, ну, фактор в этой, в этой, в этой, в этой политике. Политика России, ну, это очень трудный вопрос, как ее, изменить, для Латвии, для Латвии, важный фактор, конечно, понимать, что, у нас всегда будет совместные отношения с Россией, это связано с тем фактором, что мы, просто, соседнейшие страны, мы будем всегда быть, ну, связаны, в таком плане, и у нас всегда будет экономическое отношение с Россией, это тоже исходит из той же ситуации. Единственная возможность, когда не было бы экономических отношений с Россией, или очень маленькие они были бы, это если бы, там, были бы приняты такие решения, которые, в искусственном плане, полностью отделили экономические отношения, но я не верю, чтобы это было бы случилось, единственное, когда это было бы, могло бы случиться, если бы, ну, российские власти приняли бы какие-то решения, новые решения, которые бы, ну, толкнули бы, Европейский Союз на принятие такого решения, ну, там, например, какие-то открытые, большие, военные действия, там, в каких-то других странах, которые не Россия, и в этом, в этом плане, конечно, это, я не верю, мы будем, там будет экономическое отношение, для Латвии, для Латвии, ну, Россия, мы, у нас, у нас, я никогда не верил в том, что, развитие экономических отношений с Россией, и, это как у, знаете, у нас, сейчас, самый большой доход на английской экономике, связан с тем, что мы продаем в Европейском Союзе, и, это не только в сфере товаров, в сфере услуг, там, наше, наше, рост нашей экономики, это не только, последние, два, три года, это уже, ну, с того времени, как мы поступили в Европейском Союзе, и там, у нас, все наше, экономическое развитие, там, конечно, когда ты торгуешь с развитым рынком, как в Европейском Союзе, большинство рынок развитых, возможности, получать прибыль, не такая большая, из-за этого, наши бизнесмены, они хотят зарабатывать, это нормальное ощущение бизнесмены, всегда использовать возможность, если есть возможность, что-то продавать в России, и, получать прибыль, это хорошо, для Латвии, для конкретного предприятия, но, сейчас, я бы, конечно, никому не советовал бы, инвестировать в том, что, чтобы развивать бизнес с Россией, там, риски, политические, риски, слишком большие, то же самое, связанное с самоправлением, сейчас, риски, слишком высоки, слишком высоки, в любой ситуации, может быть, очень большие, мы это видели за последние 3 года, очень большие изменения, в любом, как бы, факторе, который, важен для развития, просто можно все, политическое решение, все это, изменить за ночь, и, в этой ситуации, ну, это, инвестировать, очень рискованный актив, и, конечно, для бизнесмена, который, рискует, своими, собственными деньгами, все хорошо, это его частный риск, если он теряет, он теряет свои деньги, самоправление, ну, работает с деньгами налогоплательщиков, рисковать с деньгами налогоплательщиков, это, неправильная политика. Ну да, и вот, после начала, вот, затруднений, в отношениях с Россией, латвийские производители стали искать новые рынки, вот, оказалось, что Латвия лидер Евросоюза в производстве биологической, халяльной продукции, то есть, в арабский мир. Но, конечно, как только возникнут условия, можно будет снова наладить взаимодействие с вменяемым восточным соседом. Так, теперь возможности вам, засидевшимся уже, вот, как-то задать свои вопросы, или выступить с репликами. тема, как Рига может стать столицей Балтийского региона и всея Европы. Пожалуйста. Павел, ну, просьба представить. Павел Левошканов. Так получилось, что наш храм находится не в центре города, но рядом с центром. Ну, приема Сталина с пересечения, ну, ее труда, все, наверное, знают. И я вот за последние полтора года, как мы ведем там деятельность, замечаю, как пустеет район. Вот все, что за пределами, условно говоря, наверное, Меркеля, Матеса, да, все, что за пределами Матеса умирает постепенно. Вокруг нашей церкви, если бы раньше были какие-то магазины, артиквариаты, одежды и прочего, на сегодняшний день из шести точек торговых, которые, в принципе, есть в наличии, четыре уже пустые, и одна освобождается в самое ближайшее время. Это, с одной стороны, связано, наверное, с какими-то естественными процессами демографическими, но, с другой стороны, еще и вот с теми сложностями налоговыми, и с точки зрения регулирования малого бизнеса, а эти магазинчики, это всегда малый бизнес, конечно же. Так вот, что может самоуправление сделать? Ведь эти вопросы решаются на уровне государства. Так же, как вопросы со студентами-иностранцами, тоже на уровне государства. языковые вопросы образования на уровне государства. Сегодня мы, так или иначе, ведем беседу в контексте выборов самоуправления. Так вот, ну, а самоуправление-то, что здесь можно сделать, даже если оно будет иметь добрую боль в развитию РИЗе за пределами, там, центрального конца? Спасибо за вопросы. Здесь несколько возможных направлений, но я бы хотел особенно одно направление обозначить. Я живу, всю свою жизнь прожил в Риге, сейчас более чем 20 лет, живу в центре, на улице А. А вот сейчас мы в центре Риги, и некоторое время жил на улице Чахо. И я помню, как это в середине 90-х, как выглядел улицу Чахо. Там было очень много маленьких магазинов, всяких магазинов, и, там, обувь и одежда, и, там, ну, общий пик, и другие, которые мы сейчас, один по одному, там все закрывается. И нам надо понимать, я сейчас живу на улице А. И, как бы, должен иногда идти по улице Чахо пешком. Если у меня есть возможность выбирать, я никогда не хожу по улице Чахо пешком. Ощущение, ну, в середине дня, когда ты идешь там пешком, очень плохое, очень большой шум, ощущение, что воздух плохой. И, если можно выбирать, я, конечно, выбираю там улице Бароно. Сейчас, конечно, не сделали лучше не улице Бароно, но все равно, но лучше Бароно, Тайбатес, вообще не лучше. Иди пешком. И то же самое, например, улица Пауланс. Особенно часть, которая с... от Тайбатес до Чахо, такое ощущение, что не хорошее ощущение, когда ты идешь пешком. Когда изменить... То, что... У нас есть всякие планы, как развивать эти улицы. Хорошие планы там. Можно посмотреть в 2008 году, когда создавался большой план развития Риги, до 2018, в следующем году он заканчивается. То есть новое было сейчас... Должно бы разрабатываться, но не разрабатываться почему-то. В этом плане, например, была идея реконструкции улицы Чахо там возвратить на улице Чахо трамвай. Там когда-то был трамвай, возвратить на трамвай и изменить ощущение, что улица Чахо это улица транзит. Для того, чтобы это сделать, должны создаваться другие пути транзита через город. Там восточная магистрат Италии, который там очень долго идет с развитием. И из-за того, что не создается инфраструктура объезда центра города, сам центр города становится и транзит и с частыми машинами, и с грузовыми машинами. Люди просто езжают, проезжают центр, а для создания для создания никто, чтобы жили там маленькие бизнесы, должно быть пешеходы, которые заходили в этих магазинах. и если была бы самая лучшая стратегия развития центра города, это именно функции самоуправления. Никто другой это не может делать. Идея, чтобы именно для пешеходов центр города был очень приятным. сейчас все делается наоборот. У нас сделано, например, в предыдущем году ремонт улиц Прививас, и ощущение стало, что для пешеходов как бы меньше места, меньше там, где ходить. А если меньше ходить, тогда ты идешь по другим улицам. и то, что мы видим, все улицы, которые не эти главные артерии, которые, у них все что-то в центре, что-то помаленьку, но развивается там. Кафе, магазины, кафе, потому что там пешеходы есть. И если больше делать улицы, где пешеходы ощущают себя хорошо, чтобы мама могла своей коляской ребенком пойти по этой улице. она сейчас не может пойти по улице Чаха. Это не запрещено, конечно, но какая мама это будет делать? Она выберет любую другую улицу. Не идти по этой улице. Это именно политика самоправления. Нужно смотреть на этот вопрос, где и какие возможности есть в создании. Это как создать правильный. Самое главное, это уже есть планы города Риги, но как-то всегда забывается. Тоже самый фактор, который связан для малого бизнеса, важный. В центр города Риги сейчас живет 3% всех жителей Риги. Такой маленькой пропорции жителей в центре не было в истории Риги никогда. Эта пропорция особенно стремительно падает после кризиса. и у нас очень люди... Не тот-то факт, что у нас пустые помещения. Люди и уходят из центра. Не живет в центре. Почему? И здесь, именно когда... Я живу в центре, мне нравится. И когда я спрашиваю людей, которые ушли, когда у людей 20 лет, и она там живет, они хорошо жить в центре. Когда у них становится там 30, у них создают семью, а надо уезжать где-то вне Риги, там покупать дом, жить вне Риги, чтобы для детей было... там жить у природы. Нет, никакая там природа в Хеккаре или Марке. Там нет природы, там твои 900 квадратных метров и все. Но ты лучше там живешь, каждый день езжаешь машиной в центр работать, но живешь там, живешь там. Сейчас есть новая семья, чтобы она выбирала жить в центре Риги. Ощущение такого, что нет такого, чтобы было хорошо там выходить вечером, вместе с ребенком гулять, по улицам центра. А если посмотреть, например, в Стокгольм, они испытывают такие же проблемы 25-30 лет назад. то, что они сейчас испытывают, это обратный путь. Люди из этих субурбов, они возвращаются в центр, потому что там создано сейчас, ну, были, наверное, в центре Стокгольма, создано там 7-8 улиц только для пешеходов, там создано ощущение, что ты как пешеход в центре. И, ну, есть ощущение, что можно, ты идешь, можно выходить вечером с своим там детьми, ходить по улицам там, ну, интересно, везде все развивается. Ну, такое интересное ощущение. Бриги, убы, ну, покупаешь жилье на чаха и вечером выходить не хочется. Ну, я вот тут тоже позволю себе комментарий. Вот мне кажется, что, по большому счету, вот тот вопрос, который поднят, вот, чтобы не закрывались и, наоборот, открывались маленькие магазинчики, было больше людей, это связано, ну, с основной тенденцией. Вот, либо это место развития, где все происходит, там как-то цветет и пахнет, или, наоборот, место такое загнивающее, стагнирующее, откуда постепенно люди уезжают. Рига пока, мне кажется, балансирует. То есть вот то, что наблюдает соток населения после открытия рынка труда всего ЕС, это нормально. Это вот как там зона, облака перемещаются из зоны высокого давления, там зона низкого, или, наоборот, там, в общем, это нормально. Но вот что, какая тенденция возобладает, и мы будем центром развития или стагнирующей окрестности процветающего Вильнюса или Таллина, это зависит в том числе и от нас. То есть решение такое, ну, на самом высоком уровне, но зависящее от нас. Вторая отдельная большая проблема это действительно исторический центр и то, что входит в зону ЮНЕСКО и вот район улицы Авату, там, конечно, мы наступаем на те грабли, с которыми встречались другие города исторические, когда, с одной стороны, для сохранения наследия все это включили в охранную зону, но вот чтобы сейчас реновировать дом, который находится в этой охранной зоне, там надо вкладывать в два, в три, иногда в пять раз больше средств, чем в нормальный дом вне этой охранной зоны. То есть там надо что-то срочно менять, зато вот этот вот новый центр охраняемый, он скоро превратится в такие вот, в Сталинград, такой вот руины стреляют. Вот. И это отдельный вызов, который тоже должно решать самоуправление в контакте с госинспекцией по охране памятников, потому что правильный и упорный подход позволяет решать эти проблемы. то есть позволять, вот когда стоит вопрос, мы вообще утратим этот памятник или чуть-чуть облегчим возможности использования, ну... Я скажу, у меня есть один знакомый, у него, они, ну, когда приватизировались квартиры, они выкупили там весь дом, каждую свою квартиру, живет они в центре, не был, не был диноциализирован, но дом, дом строился, первое, но они, как бы, получили возможность реализирования, там сейчас, 14-15 владельцев, они сейчас, именно, сделали проект, ну, там, модернизация жилого дома, он находится на улице Дзирнова, и, у них, они тоже, как бы, попадают в зону, и так далее. Они подали проект по инновации этого здания, ну, госинспекции по Афгани Маследия, они подали в предыдущем году, август или сентябрь, думали, мы в этом году будем реновировать. Они получили разрешение за три недели. Это окей. Потом, сразу, они подали в строю правду. И, это был, ну, октябрь или где-то в это время. Они получили, они до сих пор не получили разрешение. За шесть месяцев они не получили вообще никакого ответа. Нет, никакого ответа. Потом они получили, там, нужно изменить две документы, две документы, документы неправильные, не самого. Они изменили документы, они сказали, идите, нам еще надо, и вам будут изменить документы. нам снова надо разрешение с госинспекцией по наследиям. Они пришли назад, там получили за два дня. Ничего не изменилось. Они подали, теперь уже ждут четыре месяца. До сих пор не получить ответ. Если так будем, это простой, жилой дом, там, живые люди, они хотят, там, ну, построить лифт со стороны двора. Ну, такие, ну, собрали деньги, будем делать это. Если так будем работать, тогда, ну, ничего не изменится. Ничего не изменится. Это у людей, то, что важно, то, что я всегда думаю. Каждый такой случай делает, там, ну, не знаю, там, сколько таких, 15 в квартире живут люди вместе. Например, 45 людей. Там, мы получили 45 людей, которые думают, что не празднулись в нашем государстве. Ну, мы не думаем. И, вот, третий момент, это, конечно, вот, давным-давно пора, и для крупных проектов это так и делается, трактовать Ригу и ближайшие окрестности в границах маятниковой иммиграции, так называемая Большая Рига, Лэл Регис Регионс. И если Рижское руководство дружит, сотрудничает с руководством соседних краев, и там подписаны договоры, общая транспортная инфраструктура, общая политика привлечения инвестиций, тогда все получается. А если там идет такая явная и скрытая борьба, тогда автобус доезжает до административной границы Риги, и все. Вот, зачастую возникают такие казусы, что, конечно, это капка, и это глубоко неправильно. то, что важно, такие ситуации не только в Латвии, а во многих городах особенно. Я всегда говорю, у людей, которые не нравятся Берегати и Латвии, они должны прожить год в Брюсселе и поймут, как у нас все хорошо. Но то, что важно, у них другие факторы, которые их делают более как-то способны. Там побольше денег в экономике. Там есть ощущение инвестора, что там есть больше возможности защитить свое имущество в суде. У нас нет такого ощущения. И из-за того в других сферах мы должны быть на голову лучше. Там нет других возможностей. Мы должны убирать все, что нас делает, чтобы мы были конкурс выступней, чем в Брюсселе и Стогоне. И то, что, например, ну, знаем, да, улица называется Луманик Атле. С одной стороны это Рига, с другой стороны это Маоруков. За последние 10 лет со стороны Рига нет ни одного нового строя проекта. Со стороны Маоруков сейчас уже 15-16. И когда я спрашиваю, почему в частном ресторане покупают землю, там везде есть возможность покупать землю. Почему не покупаете в той стороне? Они говорят, вы же понимаете, если в одной стороне я строю разрешение за 6 месяцев, в той стороне я получаю за 2 года. Это для меня я покупаю землю в кредит, плачу проценты, пока строю право смотрят мои документы. и я всегда буду выбирать ту сторону, где я смотрю только 6 месяцев. У нас сейчас в стопени в Риге будет действовать в стопени 320 метров от рубежа Риги. и я спрашивал представители компании которые называют то же самое. У меня в стопени за 3 месяца видадут разрешение за 3 месяца. А в Риге ну 2 года там управляем он. Это же деньги. Спасибо. И мне хотелось бы еще задать вопрос Павлу Левушкану. вот насколько связана то вот готовность населения того или иного места к развитию, которое в результате несет благосостояние, там, гордость, всяческие такие замечательные подвижки с состоянием сознания этих людей. Вот как практикующий лютеранский пастор мы знаем, что вот эта европейская индустриальная революция во многом началась с реформации, то есть со сдвигов сознания. Вот Рига, которая никогда не готова, вот насколько она готова вот к этому прорыву в направлении развития с точки зрения состояния сознания режима, по крайней мере, с которыми приходится встречаться. Вы знаете, в Библии говорится, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, и она касается как трансцендентных вещей, так и вещей, связанных с нашей жизнью. Когда у человека есть вот этот позитивный взгляд, когда он не находится в депрессии, в неуверенности, или в разочарованности, когда он считает, что, ну, у нас никогда ничего не получится, потому что у нас же страна такая, потому что у нас же такой народ, потому что у нас же нет клиентов, у нас нет денег, у нас все плохо, то, наверное, так оно и будет. И, конечно же, в тех странах, где выше уровень активизма, по крайней мере, малый бизнес, ему нельзя стартовать, у него больше запас прочности, просто в силу того, что у него есть некоторая уверенность и позитивный настрой. Когда у человека есть позитивный настрой, он старается искать возможности, когда его настрой негативный, что, в общем, ну, когда приезжаешь в другой страну, там, в Израиле, или еще куда-то, я часто в Польшу, часто бываю, то люди говорят, которые бывали в Латвии, что у вас такая депрессивная страна, говорят, у нас все плохо, у нас вообще нет никакой перспективы, заходишь на интернет, в социальные сети, и там тоже все говорят, что все плохо, и нет никакой перспективы, и ее не будет, пока не изменится мышление. Когда человек думает таким образом, он ищет проблему, когда он думает позитивно, он находит решение. Так что это, безусловно, взаимосвязанная вещь. Спасибо. Ну, я вот призываю всех нас и тех, кто это смотрит в интернете, культивировать все-таки особое, позитивное рижское сознание, направленное на высокую, обоснованную самооценку, стремление к развитию, готовность взаимодействовать с непонятным, неизвестным, брать на себя ответственность. Вот феодальные средневековые времена город, воздух города, то есть попадание на территорию города делал человека крепостного свободным. Вот давайте создадим такую зону свободной реки в плане сознания и готовности к развитию, и дальше распространим эту зону на всю Латвию, и до самых, до окраин. Вот, я надеюсь, это будет началом такого серьезного разговора. Теперь, пожалуйста, возможности реплик, вопросов, пожалуйста, под просьбу представиться. Артур Быков, да, студент Рижского университета Рима Алстадове. Юлис, ты упоминал про важность университетов, я полностью с тобой согласен, но мне кажется, что нельзя брать университеты отдельно от средних школ. И мы недавно, я думаю, большинство из нас читали исследования Министерства образования, методология может быть спорная, Рижская дума активно оспаривает результаты этого исследования, но даже исследование Рижской думы говорит о том, что образование в рижских средних школах оставляет желать лучшего. Поэтому у меня к тебе два вопроса. Вопрос первый. Как? Как бы ты улучшил это образование, за счет чего? И во-вторых, как ты считаешь, для чего вообще школа готовит людей? Для поступления в университет или для того, чтобы найти работу в будущем? Очень хороший вопрос. И второй вопрос, очень философический вообще-то. Но я начну с первого. То, что мы видим в Рижских школах и даже не используя, если не используя эти споры между Рижским самоправлением и Министерством Медообразования, связанное с использованием церилизованных экзаменов. Есть такое международное исследование знаний школьников, называется PISA, программа International Student Assessment, OECD это делает. И там вообще-то один из вопросов, который был связан именно с международным экзаменом, там вопрос языка, но PISA, там ты можешь делать эту работу в любом языке по выбору. Выбор там 40 языков, так что там есть и русский, и можно эти ответы, ну там свои решения делать самому. Там три больших экзамена по естественно наукам, по математике и по чтению. Что значит чтение? Это значит не чтение, но конечно 15 лет людей, большинство из них в Европе, знает как читать текст. Там вопрос понимания текста и знаний, возможности, компетенции анализировать этот текст. И то, что мы видим, это тот фактор, что вообще-то результаты Латвии, увы, но за 12 лет пока мы участвуем в этой программе не улучшается, не падает, но не улучшается. Оно остается то же самое, среднее знание. Но это особенно в образовании, это среднее знание, значит это как в температуре, средняя температура в палате. То, что важно посмотреть глубже, это все видно, каждый может и сделать, каждый человек, все данные доступны. То, что мы видим, в Латвии растет количество тех школ, где знание падает. Есть у нас школы, у которых знание растет. Эти школы и с латышком языком образования, и школы с русским, и других у нас меньшинств. Но у нас большое количество школ, у которых падает. Наш средний результат остается в этом среднем, мы как бы около среднего ОСД получаемся. Именно из-за того, что у нас лучших школ, которые у нас есть, знание растет, потому что вся другая система падает. Если посмотрите данные по Риге, по Риге как бы эти средние растет, растет, но медленно растет. Но тоже, если посмотреть глубже, мы видим, что это около 20 школ в Риге, у которых знание, среднее знание их учеников стремительно растет. Стремительно растет. Наши лучшие школы, это не только одна или два, это 20 лучших школ, и если посмотреть по стране, это около 50 средних школ, которые дают результаты, которые сравнены с лучшими школами любой страны ОСД. У нас хорошие школы, но они будут 50 и 20 в Риге. У нас 30 школ в Риге, которые дают знание, которые значительно хуже, чем средние знания в странах ОСД. Значительно хуже. И это большая проблема. И то, что мы видим, самые лучшие результаты, ну Европа, вы знаете, самые лучшие, знаете, которые страна сейчас? Эстония. Самый большой прогресс за последние 6 лет это Эстония. У эстонцев то, что они, ну они научились у финнов, это понятно, у финны там, это был феномен, все в начале 2000 Панконь, что у финны сделали очень хорошую форму образования. И то, что меняет эстонцы, они делают то же самое, что финны, что отвечает их, например, с других стран. Они очень стремительно работают именно с теми школами, у которых проблемы. Они с ними работают, они получаются, их как в жизни, они получают лучшие результаты. Там интервенции. И я этим призываю в Риге. Пока мы будем думать, что все хорошо, потому что средняя температура хороша, мы обманываем себя. У нас есть очень-очень хорошие 20 школ. Им важно, конечно, их не испортить. Но очень важно, чтобы те 30 школ, у которых сейчас ситуация очень плохая, я говорю, общее число средних школ это 715 в Риге. Если эти 30 школ, мы ничего не изменим, мы сейчас каждый год там оканчиваем несколько сотен людей, ребят или девушек, у которых мы со стороны государства и самоуправления даем возможность получить очень плохое образование. Там, наверное, неправильная методика, наверное, недостаточно работать с образованием учителей. И это очень много. Если у нас в Риге экзамен, то я не говорю экзамен математик, там всегда расширяется на латышком, не латышком, на русском языке. Но есть экзамен иностранных языков. Там дается экзамен на том иностранном языке, который ты сдаешь экзамен. Если у нас в Риге в предыдущем году 400 людей, 400 школьников сдали экзамен на иностранном языке и получили в этом экзамене меньше, чем 5%. Меньше, чем 5%. Это ужас. Это ужас. Что-то в том же экзамене у нас около 1000 сдал и получили больше, чем 90%. Очень хорошо. Но надо работать с этими ребятами, с этими школами. Потому что я был в ужасе, когда я слышал, что, уважаемый Мерушиков, говорил, что, знаете, есть ли такие ребята, у которых никогда ничего в образовании не получится. Это такое сиротипическое понимание, и это, можно сказать, человек, который ничего не знает о системах образования и о их результате. В той же самой Финляндии у них расстояние знаний между самыми лучшими учениками и самыми плохими меньше, чем 30%. У нас больше, чем 80%. Это очень, и не говорите, что у меня, что финны, там, ребята, у финнов, у них мудрее. Это невозможно так. Там у людей все это развивается вместе. Мы просто не знаем, как это правильно, мы не работаем правильно именно в этих школах постоянно. И это должно быть фокусом работы в самоуправлении, потому что все, многие люди думают, что это работа в Министерстве образования. Министерство образования делает только два вопроса. Они лицензируют программу и разработывают систему экзаменов, синтезируют экзаменов. Мы отвечаем за содержание образования. Это вообще хорошо, что большинство стандартов сейчас в Министерстве разрабатывают, это делает профессиональные ассоциации и так далее. То, что все лечеби интервенции, ситуации, когда качество недостаточное, находятся в руках самоуправлений. Самоуправление назначает директора. В самоуправлении есть такие планы развития школ, которые каждые три года школа должна сделать. Это самоуправление, потом, как бы, со своим решением, вообще, он только приходит в силу, когда самоправление делает решение. Я создавал, я встречался перед, когда готовились еще в предыдущем году, выбором, я встречался с множеством директорами решительных полков. И всегда, когда я где-то в разговоре, я задавал им вопрос, а как у вас была коммуникация с департаментом образования решительных. Я думаю, когда ваш план шел на обсуждение коммуникации, никогда не в вопросах не получал, это все автоматически делалось. И это формальное отношение к образованию, я уверен, что уважаемый господин Ушаков думает, что политика самоуправления в образовании заканчивается строительством или ремонтом учреждения образования. Но это одна из десяти функций, которые самоуправления имеет в образовании, а там ничего не сделано. И мой приоритет это, чтобы именно работа шла с этими не так хорошими, ну, видимо, плохими школами, с очень плохими результатами. И чтобы улучшалось там результаты, чтобы был план изменений, чтобы находили новые учителя, чтобы там гарантировали учителя из лучших школ, которые имеют праксис. Это уже делается в истории, это делается, и они уже 20 лет. Просто возьмем их навыки и идем в том же путем. Ну, тут вот, просто говоря о школах, надо еще понимать, один такой очень неприятный факт, но который неприятен для всех, и в Америке, и в Финляндии, и в Атвии, что классно урочная система, и система вот предметов, такой, как мы ее знаем, которую придумал в 17 веке Яна Масхаменский, накрылась медным тазом. Что должно прийти на смену, неизвестно. Что она накрылась, известно. Вот мы находимся в интересное время, когда совершенно очевидно, единственной правильной стратегией является разрешить, проявлять инициативу. Меньше контролировать, больше поощрять поиски каждой конкретной школы, которая готова выйти за привычный формат классно-урочной системы. И как справиться с этим вызовом, не знаю нигде, даже в Финляндии. Но вот чем скорее осознать реальную ситуацию в школьном деле, глобальную, вот тем скорее можно чего-то позитивного добиться. Отвечаю на второй вопрос. Если я начну, я же не захочу. Как я вижу, это очень ценностичный вопрос. Я думаю, что там это нужно для образования работать на конкретно способность нового человека или нужно создавать новых поступающих университетов. Мое ощущение всегда было, что это не такой вопрос, где надо выбирать. Нужно понимать, что будет основой конкретно способности наших людей, которые сейчас 15, как теперь 21 или 10. И понятно, что у них карьера в жизни будет меняться 3-4 раза. Это уже мы уходим из системы, где у людей карьера нам всю жизнь одна. И в этой ситуации очень важный вопрос, то, что Игорь затронул, это не только какие знания или специфические навыки человек знает после окончания формального образования, но как открыт он на перемены, как он реагирует на них, как он знает, как учиться. И, конечно, чтобы у него были такие сильные, фундаментальные знания и навыки, которые он мог бы быстро переориентировать в новых ситуациях. И то же самое важно, чтобы студент был хорошим студентом в университете. Это важно для рынка труда, и это важно всегда вспоминать, что у образования есть и функции создания гражданина, члена общества, который полноценно может влиться в общество и вспомогать в развитии общества. И это там и важно, те же самые навыки и знания. И я уверен, что те требования, которые сейчас встают перед системой образования, видишь, как никогда, именно из-за того, что меняется наш окружающим миром, становятся все время перемены, все время, у нас такое время сейчас, и в этой ситуации мы, образование, это самый главный факт. Риск, конечно, в том, что это множество людей, которые расследуют именно систему образования, они говорят, что сами, сама система образования, это всегда, это уже в 19 веке говорилось, это самая консервативная система во всех, всегда, потому что там не самый главный факт, это даже консервативность, там боязнь перемен в самых школах, в вузах, боязнь перемен. И это, конечно, люди чувствуют, молодые люди, которые там учатся, и это, конечно, неправильно. Как изменить самые школы и вузы, чтобы они стали более открыты для перемен, чтобы они понимали, что сейчас уже требования меняются очень-очень динамично. Но это, конечно, вопрос за 100 миллионов долларов, можно сказать. Так, ну, теперь, пожалуйста, Александр Гришуленок, он уже осуществил, значит, как бы первое нападение в области банковской сферы. Теперь, я так понимаю, последует серьезная атака. Да, серьезная атака на всех латвийских политиков. То есть, мне очень нравится книга бывшего президента Сингапура. Когда у него возник вопрос, аналогичный, как Сингапур сделать финансовым центром мира, он за этим ответом поехал в Лондон-Сити. Если вы читали эту книгу, вы помните этот фрагмент. И этот финансист подвел его к глобусу и сказал, посмотри на глобус, найди, где Сингапур. Посмотри, как торгуются, происходят финансовые операции вокруг мира. И видишь, вот здесь вот есть дырка, да, то есть вот здесь есть место. Если вы сделаете свою биржу в Сингапуре, то тогда мировая торговля или финансовая операция станет глобальной. Так вот, Юрис, посмотри, пожалуйста, что у тебя за спиной, какие картины. Может быть, встань, встань, потому что это очень хорошая метафора. Посмотри на эту картину, что за спиной, да, и что посмотри вот слева на картину, да. То есть это вопрос, кстати, то есть первая претензия, которую я предъявляю латвийским политикам, это то, что они не знают географию. То, что когда они рассуждают о стратегии, они не смотрят на глобус. И твои заявления по поводу, ну, ограниченности или неперспективности восточного рынка, да, они, ну, очень поверхностны. Потому что на самом деле, вот я просто покажу конкретный пример, на примере моего сына, ему 24 года, он участвует в глобальной цепочке распределения труда. И она строится на том, что Китай очень много импортирует в Россию. И эти грузы перевозятся в контейнерах. Земля-то круглая, эти контейнеры надо возвращать. И он находится в этой цепочке. В возврате контейнеров из России он собирает там грузы, гремесину, глузы, он ее перерабатывает. И через рижский полк он отправляет ее обратно в Китай. Так вот, я говорю, это просто элемент, ну, такого глобального мышления, да. То есть, вот на Ригу надо смотреть. Да, в первую очередь, все, кто рассуждают или на муниципальном уровне, да, из Риги, или на уровне, там, латвийского государства, у них должен стоять глобус. Мы все должны смотреть на, искать Ригу на глобус. Надо смотреть, какие транзитные пути, как двигаются деньги, как движется рабочая сила, какие проблемы возникают. Потому что мы действительно живем в глобальном мире. Вторая, то есть, первая, неудовлетворительная оценка, которую я, как предприниматель, там, с 25-летним опытом, ну, ставлю латвийским, да, это по географии. Они не знают географию. Они не знают, что Земля округлая. Они не могут на глобусе найти точку под названием Рига и определить то место, ту позицию, ту нишу, которую она может занять в международном разделении труда. А это открывает колоссальные возможности или создает колоссальные проблемы. Это первая моя такая реманка. Второе, это демография. Да, то есть, вот эта вот картина, которая у тебя за спиной, она очень хорошо иллюстрирует латвийскую ситуацию с, ну, демографическую ситуацию. То есть, мы видим стаю волков, которые гонятся за молодой семьей, которая убегает, да. То есть, вот я регулярно ездию в Новый Ирландию, встречаюсь с латвийской, там, ну, диаспорой. Они там находят, ну, себя, да. Они убегают отсюда. То есть, это очень хорошая метафора. Я понимаю, что это, ну, случайно, ну, так сложилось, но демография, это, опять же, и риски, и возможности. Да, то есть, мы видим, что молодежь уехала. Вторая главная проблема, которая у нас есть, и о том, о чем не говорится, или вот эта программа ничего не отвечает по сути о том, что происходит в сфере демографии, это старение населения. Да, у нас в Латвии 25, там, процентов населения пожилых людей, пенсионеров, а с инвалидами, там, еще больше, да, которые потребляют товаров и услуг в год на 2 миллиарда евро. Кто-нибудь смотрит на вот этот, на этот глобальный тренд в демографии, старение населения, как на какую-то возможность для развития там новой экономики, новых предпринимательских каких-то или социальных решений, или образовательных, и так далее, и так далее. То есть, нет, это, эти вещи, они никак не выделяются, не анализируются, не предлагаются какие-то решения. если мы говорим о той же молодежи, да, то есть, вот, предыдущий вопрос был очень хороший об образовании, но мы же знаем, к чему приведет вот интерпретация Игоря, там, или третья, или четвертая революция, да, то есть, будет создан новый класс, да, как его там называют, прикариат, да, то есть, когда чуть ли не до 50 процентов работоспособного населения станут лишними людей, потому что они не нужны, таксисты не нужны, экономисты не нужны, юристы не нужны, да, вместо них пишут риски в суды и выигрывают, роботы выигрывают в суде по страховым делам, то есть, программисты как таковые, да, они тоже не нужны, нужны программисты, которые могут научить машину программировать какие-то операции, то есть, об этих вызовах, да, речи, ну, я не слышу, да, и я верю в то, что будущее за экономикой городов, я верю, что у Риги может быть там свое прекрасное будущее, если, да, политики пройдут тест на географию или на демографию, найдут себе там, ну, выработают настоящие стратегии, которые позволят риски трансформировать в возможности. Да, и так, глобус, демография, IT, ну, что ты говоришь, да, что ты говоришь, политики, политики, сам становись политиком и вперед, так сказать, педаль в пол, как учил нас в свое время, конечно, это в прошлом, вот, ну, пожалуйста, какие будут ответы на три вопроса опытного предпринимателя Александра Гришуленко на фоне бегства в Египет, так называется эта картина. В первую очередь, я бы, я не говорил, что рынок России бесперспективный или нецелесообразный, я говорил, что это рискованный рынок, и бизнес. Если смотреть по поверхности, то, наверное, да. А если смотреть с точки глобальности, то мы видим те возможности и проблемы, о которых знают только специалисты. Саша, тебя услышали, услышат нет. То, что я хотел сказать, то, что нет, я и не говорю, что люди, до сих пор, люди, которые латвийские предприниматели, работают не только как ваш сын, но и в других направлениях в рынке России и в других странах СНГ. Они работают глобально. Да, да. И они тоже иногда специфические на рынке. Я никогда не говорю, что один бизнес лучше другого. Это связано с аппетитом риска предпринимателя, частного лица, который рискует своими деньгами. И это связано тоже с его знанием, пониманием. Это всегда и пример Сингапура, тот же самый Лиг Ван Ю, фактор был, конечно, рост Сингапура как мирового фактора в глобальной финансовой сфере связан с ростом Китая как мирового игрока. До 70-х годов Китай не был мировым глобальным игроком в сфере торговли и так далее. И Сингапур не был глобальным финансовым фактором. конечно всегда нужно и то, что у него три книги воспоминаний Лиг Ван Ю и то, что он каждый раз говорит и для нас самое главное было получить первые мировые игроки, которые пришли к нам и начали развиваться. В Сингапуре большинство бизнесов, глобальных бизнесов не создавались людьми, которые перед этим жили в Сингапуре, они открылись и говорили приходите, приходите, создавайте террористы. Я говорю о стратегии, которая построена на знании географии, на понимании того, что есть глобус, что экономика глобальная. Ты можешь ответить, мы партия латвийского прогресса знаем географию, вот жестче развитие. я думаю, что я хотел, может быть, не так внятно рассказал, я хотел сказать того, что мы должны использовать те возможности, которые развитие мировой экономики дает. до сих пор важен фактор расстояния и других факторов движения товаров, например. годами, вот если экономика это делает, живет при движении товаров, товаров, то, что мы должны видеть, что эти потоки и товаров, и услуг, они меняются, и мы должны привлекать те бизнеса, которые будут использовать новые потоки, тех, которые может быть сегодня нет. я сразу перекидываюсь на третий фирм демографии. Я не из тех людей, которые верят в то, что автоматизация сделает 50% людей ненужных в рабочем силе. То же самое говорилось 150 лет назад насчет сельского хозяйства. Будет автоматизация сельского хозяйства, где все люди будут работать. В Латвии в 30-х 70% рабочей силы работал в сельском хозяйстве. Сегодня работает, ну, Латвия считается, что работает 8%, в продуктивной части 3%, в Германии меньше 7%, в Израиле 1,5% и так далее. Это изменилось, и нет у нас экономика меняется, конечно, будет, наверное, быстрее, как это было из перехода из аграрной экономики в индустриальную, но мы даже не знаем сейчас, какие будут новые рабочие места через 30-40 лет. Не знаем. Да, часть этих рабочих мест будет связана с вторым фактором, которым вы говорите насчет демографии, да, не только западный мир, не только Латвия, но весь мир стареет, это связано не так много даже с тем фактором, что нынче рождается, дольше живут, и конечно там очень то, что почему дольше живут, это прямое связано с тем, что люди лучше живут, лучше едят и лучше получают медицину, лечатся, это понятно и это конечно одно из направлений, что если мы смотрим на развитие научного потенциала и бизнес возможности будущего, это конечно то, что связано с теми нуждами, которые есть у старейших людей, в Латвии они до сих пор не развиваются, большинство из-за того, что у нас люди, которые постарше, они и имеют поменьше денег, у нас есть такая корреляция, у нас очень мало людей, которые больше чем 70 лет, и которые достаточно, которые могут покупать там очень много мифов, я этой темой занимаюсь 15 лет, на эту тему могу говорить это хорошо, просьба очень одну короткую реплику, а мы сделаем отдельную дискуссию на эту тему. если одна короткая реплика, то я сделаю короткую презентацию своего стартапа, который мы сейчас делаем, называется он Сосап, идея заключается в том, что организовать сервис для пожилых людей и инвалидов в чрезвычайной ситуации и в повседневности по месту их жительства, а не в стационарных пансионатах, услуги, за которые заказывают услуги сеньора, оплачивают дети, которые разбросаны по миру. То есть мы столкнулись с тем, как работает служба спасения, там 1-1-2, там пожарники, медицина, полиция, так далее. Оказалось, что у них нет никакой аналитики в их колл-центре, эти информационные системы не связаны, они не понимают, что они как делают, они не рефлексируют свою деятельность. То есть когда мы предлагаем, спрашиваем, какую информацию вы хотите получить о данном конкретном человеке, о соседях, о детях, о ключах, замках и так далее, то есть они не готовы к этому. То есть нету вот этой функции рефлексии. А второе, это сервис в повседневности, причем этот сервис это не только мытье попок пожилым людям, людям, создание для них возможностей для занятости, для продажи своей продукции через интернет-магазины и так далее, и так далее. То есть это огромный спектр того, что там может быть. То есть вот такое у нас такую информационную платформу мы делаем, это будет аппликация, аппликация, тревожная кнопка будет готова через неделю, все остальное будет через рушку. Все, анонс привет, всех пригласим. Хорош, интересно, A, и я уверен, это фактор, который, если мы смотрим на развитие бизнес-возможностей, это фактор, какие, какое есть ну как бы следа предпринимательства, где такие идеи развиваются. Потому что я не верю в том, что будет сидеть не знаю в Мерлиге или в Мерлиге в Латвии и выдумывать, какие бизнеса там нужны для сервисов, нужны для людей. Это важно, чтобы у людей, которые мы привлекали, это началось сегодняшнее представление, чтобы мы, как Латвия, привлекали людей в сиденье. Привлекались. Здесь вопрос еще и в том, как строится социальная политика. Это социальная политика строится так, что социальную помощь может получить только бедный, одинокий, нищий, безработный и никто другой, который имеет чуть больше дохода, имеет занятость, имеет там какую-то минимальную собственность или какие-то случайные доходы. Он выпадает из этой сферы, из социальной сферы услуг. или если там кому-то положен социальный помощник для этих людей, но такая бюрократия выстраивается для того, чтобы выплатить человеку, которому комиссия сказала, ты инвалид, ты имеешь право на социального помощника, и тот социальный помощник должен столько бумаг отнести, где они были, в банкомате были, в туалете были, туда сходили, на спорт нельзя отчет отчитаться о квитанциях и так далее. И сидит там целая бюрократия в Рижской Думе, которая анализирует это для того, чтобы принять решение, чтобы выплатить этому помощнику 50 евро, так вот эту всю бюрократическую цепочку можно нафиг выкинуть и ничего при этом нет. Вот отличный наказ избирателей. у нас насчет этой идеи у нас очень-очень много мы в этом направлении работали и говорили, у нас очень много контактов с негосударственными организациями, которые работают именно в сфере социальной работы. То, что важно, конечно, в Риге все возможности быть передовины в этой сфере в Латвии, это, конечно, реформа социальной работы и приходит из того, что у нас есть фиксированное число каких-то обозначенных услуг, под которыми они должны отчитываться и так далее, на то, чтобы дать больше возможностей социальным работникам или там ассистентам или некоммерческой и издачной организации, которые принимают решения, дать больше им возможностей принимать решения и принять альтернативу, несмотря на нужды, которые есть у конкретного клиента, который есть. я дам вам очень хороший по моему мнению пример, один из людей, которые с ними встречаются, у него случился инсульт и он стал инвалидом. И пока он был в инсульте, был в госпитале и потом в реабилитации, он взял кредит, он 50 лет взял кредит, небольшой кредит даже не для покупки своего жилья, у него было свое жилье, но для реновации. Взял кредит, сделал реновацию и месяц после сдачи реновации случился удар. И у него сразу потерял все доходы, пенсия и иммунитность, очень маленькая, конечно, но у него же есть там дети и так далее, но он лежал, он просто не говорил 4 месяца, он не мог говорить, после 4 месяца, после реабилитации, после 8 месяцев, он и за эти 8 месяцев у банка начитывались там проценты, все, он был должен. И важный вопрос был, дети даже не знали, они могли бы заплатить, и там суда небольшая, там месяц на платеж платеж там 70 или 80, ничего такого, что банк даже из-за того, что не был там очень большого суммы, они там писали конечно письма и так далее, но не знали же, а вопрос был, он знал, он пришел на статус инвалидов, у него сразу как бы был свой социальный работник, в этой ситуации, в меньшей ситуации, он просто смотрит, ну какие там вам нужны социальные ассистенты, и так далее, а он должен смотреть, понимать всю ситуацию, этого какого-то ситуации. Я говорю, что речь идет у каждого сеньора должны быть не только помощники, которые помогут вымыться, но и финансисты, и специалисты по управлению активов. Так, все, это мы зафиксировали, разговор продолжится, ну и у нас время, два часа пролетели достаточно быстро, под финал у меня вот последний вопрос, пользуюсь тут возможностями ведущего, вот чисто система управления, в которой ты являешься профессионалом, вот что может дать реальный там аудит, реформирование системы управления Риги, если к этому подойти с умом, инициативой, одновременно гуманно, не нарушая там права человека и работника, но вот я наблюдаю, что во многих департаментах Риги, особенно связанных со сферой развития, ну там наблюдается стагнация, то есть если сверху там мэр, вице-мэр лоббируют какой-то проект, все шустрят, работают, потелятся, а если нет, то инициатива она на нуле, потому что если ты будешь делать что-то по своей инициативе, ты можешь ошибиться, а если ошибешься, так тебя накажут, а если ничего не будешь делать в рамках инструкции, так тебя и не накажут. Вот какие возможности чисто реформирования системы управления в Риге, какие там скрытые ресурсы? восемь лет назад, когда Ушиков стал мером, один из факторов, который он даже через четыре лет, год очень часто использовал в компании, уже не использует. Он говорил, знаете, перед мной было там четыре партнера коалиции, они все время ссорились между собой, у него каждого было свое феодальное хозяйство, было четыре хозяйства, они вместе с собой не работают. Я вот будет очень такой хороший процесс, мы хорошо работаем коалиции, будет никаких ссор, и все будет как бы одна единая администрация. То, что изменилось, это то, что больше не четыре феодальные хозяйства, два, и два такие большие, и между собой они не работают до сих пор, в таком плане конечно меры лицемеры, тем так, конечно работают между собой, но под ними структуры Рика копируют государство в полном плане, у нас каждый департамент своим хозяйством, агентством и так далее живет в жизни советского рессора, да, со всеми учреждениями, учитывая такая система, где с другими вот никакого совместного работа нет. Даже есть некоторые для меня совсем непонятные ситуации, потому что есть центральная агентация смотрит за это все, есть например городской план развития разрабатывает департамент городской образования, есть план развития транспортных инфраструктур, который разрабатывает департамент транспорта, есть например план развития учреждений образования, которые рассматривает департамент образования. Все они приняты голосованием в Думе. И, например, есть, я знаю, конкретные 5 мест в Риге, где каждый из этих планов предусматривает другое. И не маленькие изменения, но совсем другое. И это все решением Думы проголосованы. И, конечно, каждый департамент потом работает только по плану, который он сам разработал и который Дума одобрила. И потом происходит большинство проблем технических, практически проблем развития. Так что, если смотреть на самые главные изменения для меня, это прийти к тому, чтобы Рига управлялась как единый механизм. И для этого недостаточно идти путем, чтобы один добрый царь смотрел за все люди, за всех решений принимал. И в том, что верю я, и в очень твердое убеждение в том, что мы должны дать подход к решению и возможность участвовать в решении населению. особенно не государственной организации дать им возможность участия и создания форматов в любом плане, где они участвуют. И они, я знаю, например, я не знаю, как называется, Абхаз, общество в отдельных районах и микрорайонах. Они там у них, они, например, видят свою территорию, как развивается оно отдельно, как территории, место взятое, и там образование, и культурные предложения, и там транспорт, и, ну там, например, развитие предпринимательства. И они будут те, которые будут следить за тем, чтобы каждый из этих департаментов работал в ну, в их территориях в интересах жителей. И это фактор дать больше возможностей не только как бы вовлекать в управление, но реально дать направление департаментов. Ну и делегировать отдельные муниципальные функции общественные структуры. Отдать функции. Ну, я вам дам очень хорошие примеры, которые, конечно, и социальные, они очень хорошие, потому что там и эмоциональные составляющие, но я все время говорю, например, есть такая услуга, если ребенка собирает, забирает из семьи ситуации с насилием над ребенком, его забирает, и то полиция просто приезжает, забирает закон, можно оставить в доме сироты, там по закону они должны 24 часа его над этим ребенком воспитать, потому что есть там большие риски, первые 2-3 дня, особенно если сексуальное насилие или другое, он может себя делать плохой, и он его заблюдает, смотрит, что с ним и так далее, можно дать дом сирот, он там будет, наблюдений будут, там люди будут смотреть, 24 часа день, или например, есть центр работает, который иногда получает заказ думы, иногда не получает, когда какая-то вчера основанная фирма выигрывает конкурс, у них тоже ребенка получает, сразу один человек просто, который работает в этом обществе, берет за себя ответственность и живет эти 5-7 дней вместе с этим ребенком, встает вместе ночью, там ребенок вахнет, берет, ну, утешает и как бы это по закону это одна и та же услуга, а по существу совсем другое, ну, совсем другое, это не то же самое, и то, что должно из, ну, то, что дает возможность работать вместе с невыздашными организациями, это возможность сразу же и очень стремительно улучшить реальное качество эти конкретные, очень конкретные социальные или не социальные в других сферах то же самое услуги, они становятся сразу, как бы очень стремительно растет, если мы будем можно это сделать муниципальными учреждениями, но увы, это всегда будет ну, так и бюрократически и сухо, если дать возможность все эти услуги давать и отдавать контроль над едиными негазарственными организациями, мы получаем сразу ну, очень хорошие конкретные то есть ресурсы есть, но самое главное качество получаем, ресурсы там меньше или больше это не так важно, самое главное что качество под занавес я тут хотел бы дать возможность задать свой вопрос даме, которая сама сейчас представится с мальчик шикова с пагатная журнал из и теперь я У меня есть общественная организация, как и Александр, которая занимается проблемами, в основном, экзэдрия и кавалдрюс. И по роду своей деятельности, так совпало, что благодаря моим бывшим коллегам, они иногда приглашают меня на какие-то проекты. И в течение последних лет я сделала, ну и вместе с ними мы создали 4 фильма, которые были приурочены к юбилеям разных государственных организаций. Всяких разных. То есть какие, можно сказать, государственные организации заказывают, мы делаем фильм. И за последние 3 года я сделала 4 таких фильма. И мой вопрос, опять же, немножко будет связан с тем, что говорил Александр, потому что я увидела, что я не услышала полного понимания проблемы. Я приведу один пример. Как вы думаете, чем отличается Android от Fibre? Я не отвечу. Вот я объясню. И потом я объясню, почему я задала такой вопрос. То есть Android – это любой робот, такой как мобильный телефон, такой как планшет, такой как все что угодно. Он может выглядеть и как человек, и может выглядеть как плоская дощечка. А киборг – это уже человек, который усовершенствован разными примочками. Он может быть вшита, может быть подвешена, может быть приделано, может быть что-то заменено. Но в принципе с помощью романтической техники уже какую-то функцию делать робот. Так вот, так мы все уже киборги. То есть в каком-то… Мы это не заметили, как это произошло. И я расскажу один разговор из одной государственной организации, в которой… Я не назову, что это было за организацией, но это большая организация, в которой великий самый большой офис сейсом и офисы по всей стране. И говорили о прошлом, как организовывалась эта организация, сколько было ресурсов, сколько людей работало там, как президент первый открывал кадры из кинохроники и так далее. И я спросила человека, который менеджировал этот проект, и спросила, кто может рассказать о будущем этой организации. Он говорит, ну вот, при выходе такого гипстера, который работает на программном туре, он говорит, короче так, мы создали аппликацию в прошлом году, где все эти функции могут сделать с помощью одного клика аппликации. И я говорю, ну здорово, когда с ним что-то это говоришь, он говорит, а что люди делают такое? Все будут шовты. А аппликацию, уже сказано, внедрить в 2022 году. И это не единственная организация, просто это конкретный факт, ну, то есть если Александр сказал теоретический, у меня имеются конкретные факты. Какой план действий у вас на такие случаи, что делать с людьми, если у вас вообще человек, который за это отвечает, потому что в данный момент это сфера, которая труднее всего стогнозировать во всем мире, в больших организациях есть люди, которые этим занимаются. Если в вашей партии человек, который загружен этим вопросом, и если нет, то почему? Наверное, я начну с тем, что я... Нет, это, конечно, факт, что я не говорил, что все рабочие места, которые сейчас есть, что они сохранятся, и даже большинство не сохранятся через 20 лет. Речь о наглядном будущем. Это 3-4 года время вашего управления? Нет, каждый год мы видим, что меняются рабочие места, и будут меняться, и я уверен, что это продолжится и в ближайшее будущее. Да, те рабочие места, которые сейчас есть, много из них изменится, и много из них уйдет, и не возвратится. Но вопрос, есть ли человек, который занимается манированием? Что делать с этими... Нет. Мы, партии, это вообще-то не предприятия. Здесь партия, это не государственная организация, где только политическое направление, где собираются вместе люди, и вместе работают, находят совместные направления, и изучают и говорят, что, например, у нас есть люди, которые очень озабочены этой проблемой, и которые предлагают и смотрят в эти идеи. Я думаю, что это будет очень большая политическая проблема в следующие 10-15 лет, пока старая экономическая система уходить, а новая еще созревает. Должна ли в Рижской думе быть структура, которая занимается вопросами преодоления IT-революции? Я думаю, что создание бюро по киборгам не так важно, как эта перспектива, которая будет в любое направление Рижской думы, потому что там то же самое связано с большинством работников. То, что, например, я вам скажу, например, как направление, мы уже это проходили, но не увидели, мы думали, что просто не уходят. Есть такое предприятие Риг и СОТ. У них когда-то, когда-то были эти тепловые централи, в каждой тепловом централе, там перед этим кочегари работали, но потом уже сделали что-то не кочегари, подключались к автоматике, перед автоматикой еще в каждой сектором по 15-20-30 человек работало. Потом это все прошло полной автоматизацией. Когда-то в Риге СОТ сработало 2000 людей, сейчас работает 600. Это уже происходило, это уже происходит в множестве индустриальных предприятий, где люби инвестиции, которые сейчас делает частный предприниматель, особенно в производстве, он делает для того, чтобы уменьшить число рабочих мест. Люби инвестиции, это надо понять. И мы, как экономика Риги, за это время, наше число, не считая начала 90-х, если смотреть с середины, после перехода, мы рабочие места, как число рабочих мест, потеряли только 3%. 3%. У латвийской экономики больше. Это многие, почему, там можно только сказать, но только 3%. Я уверен, что, я оптимист, я уверен, что, как решение экономика, мы, как экономика, конечно, сделаем что-то. Проблема в том, что, как всегда, решение глобальное, а проблемы будут локальные. И в этой ситуации проблем будут конкретные люди. А вот это будет проблема, потому что для конкретного человека, который сидит сейчас в учреждении и рассматривает, например, у Александра был пример эти 50, чтобы принять решение на 50 евро, там 20 чеков или 5 чеков. И это его решение. И оценивать. Это, конечно, будет работа автоматизирована. Что этот конкретный человек делать будет, конкретный человек, я не знаю. Там очень много придется делать именно по сфере образования. Переквалификации. Переквалификации и так далее. Это очень много, это очень большое будет, если смотреть в индивидуальном плане. Я верю в том, что экономика, потому что, если посмотреть в истории, это уже говорилось. Приедет трактор в сельском хозяйстве, кто будет заниматься. Мы видим сейчас в сельском хозяйстве, там уже нет больше рабочих мест. Там один человек делает то, что когда-то делалось 20-25. Но люди находили новые рабочие места, появляются новые и новые отрасли. И будет не выходить новые рабочие места. Но не все. Речь о другом. Аппликации уже есть. Их не пускают только по одной причине. Что они знают, что они, теперешнее правительство, думали, в чем причинение отсюда. А вы тогда не знают, чем занять людей. Поэтому спрашивают, а вы-то знаете? Мы займем тем, на что не способны киборги. Это тонкое ручное производство. Вот как, например, мастера Центра возможностей пенсионеров, ни один киборг с этим не справится. Но это серьезный вопрос. И это отдельная дискуссия. Это очень важный вопрос. Меняются бизнес-модели, меняются процессы как таковые. Выкидываются ресурсы, люди, здания, вся инфраструктура. Это все не нужно. Эта система собирается заново. А какие последствия у этого всего? То есть можно реагировать на ситуацию, а можно все-таки думать о том, как она будет развиваться и уже планировать это будущее. Потому что вот в этой программе, которую я читаю, она очень скучная. Она очень скучная. То есть там нет ничего о будущем, о том, как сформулировал вопрос Игорь. Что Рига должна сделать для того, чтобы стать центром. Вот в Финляндии, мы говорили, они экспериментировали с программой образования. Они были лучше. Сейчас передали первенство Эстонии. Сейчас они экспериментируют с гарантированным минимальным доходом. Они первые. А где Латвия? Где Рига во всем этом? Да. То, что вы говорите, вы говорите о реакции. В мире будут процессы, мы там будем реагировать. А когда в мире будут процессы, это уже не будет новость. Новость – это сейчас, когда можно что-то предпринять. Так, что ответит лидер партии латвийского развития? Я вообще-то очень рад, что мы сегодня об этом говорим. Я думаю, что нет таких сейчас очень конкретных решений, как с этим проблемой мир будет обращаться, и как мы, как Латвия, будем или Рига будем обращаться. Это хорошо или плохо? Это, конечно, с одной стороны… Это ситуация такая. Какая ситуация? Это не хорошо или плохо, это так и есть. Всё, мы делаем на этой площадке или на другой площадке отдельное обсуждение. С участием здесь присутствующих. И таким образом мы выйдем вперёд в этой сфере. Ура! Время у нас действительно подходит к концу. Поступил вопрос из интернета. То есть нас видят. Ура! И вопрос – это вот неподготовленный вопрос. Это вопрос Евгения Лурье, такого постоянного участника Евроклуба. «Что будем делать с коррупцией в Рижской Думе и дубских структурах?» Это на самом деле поступил такой вопрос. Это… Серьёзно? Абсолютно. Серьёзно и не ординарный, но… Да, да, да. Вот чтобы можно было развернуть партийную агитацию. Нет, я думаю, что… Ну там у нас… Вот это можно… Это реальный человек Евгений Лурье, который его задал в интернете. То есть… Да. Вообще-то в интернете некоторые, которые выглядят как реальный человек… Нет, ну мы его лично знаем. Да, да. То, что я думаю… Ну, я не хочу использовать это как агитацию. Я… У меня есть… Я… Когда я работал в госучреждении, то, что я делал, чтобы уменьшить риск, факт, что было бы какие-то коррупции… Я делал три главные направления. Первое дело, если есть какое-то решение, которое можно не принимать, но дело-то автоматическое, ну, чтобы не было выбора, нужно идти этим путём. Таких решений есть очень много. Если есть такие автоматические решения, их можно упразднить, они не нужны. Просто автоматически дать возможность. Ну, например, я бы хотел один таким примером знать. Знаете, если у вас у кафе вы устанавливаете… Это называется… А… Как это называется? Рекламуткой А-Стенд. Вы… Если вы меняете там… Меняете… Там… Если надпись, это можно менять. А если вы меняете… Картинку… Картинку… Каждый раз должны идти снова… Согласовывать. Согласовывать. Это просто можно отменить и раз. И ненужные решения, значит, нет нужды кому-то давать взятку. Второе. Если решение принимается… Ну, где нельзя, как бы, уйти из этого… И… Есть, как бы, выбор принятия решений… Там всегда вспомогает, если процесс делается… Ну… Если… Процессы принимает… Решение… Не… Не только один… Или… Не только… Человек… Который… Как бы… Иерархически поставлен… Если… Начальник… Его… Его… Подчиненный… Там… Риски всегда… В посту начальника… Если сделать ситуации, где… Нужно… Координировать… Это… Решение между… Учреждением… Между… Отделами… Это можно делать… Электронные… Риски… Как бы… Затягивание… Процесса… Нет… Тогда, конечно… Уменьшается… Риск… Потому что… Я не верю… В ситуации, где… Там… Подкупливает… Ну… Там… Сотни людей… Чтобы принять решение… Третье… Это… Конечно… Вопрос… Как делать… Вообще… Процессы… Управления… Я сейчас… Теряю… Русское слово… Прозрачное… Прозрачное… И… Это вопрос того… Чтобы… Процесс… Если можно сделать… Процесс… Принятие… Ну… Например… Человек дает… Какое-то заявление… Он может сам следить… За этим заявлением… Смотреть… Что с ним происходит… И… Есть… Как бы… Ну… И другие люди… Которые не в учреждении… Которые за этим сидели… Особенно там… Например… Не государственные организации… Другие… Тогда, конечно… Уменьшается риск… Совсем… Ну… Есть, наверное… Люди… Которые говорят… Такого… Можно… Ну… Совсем… Поворотся с коррупцией… Они больше не будут… Но… Такого… В мире… Еще не случалось… Нет… Я вынуждена сказать… Так… Специально для Евгения Лурия… Мне нравилось… Как вы отвечали… Но это очень наивный ответ… Ну… О том… Что кто-то кому-то может прийти и дать конвертик… Конвертик… Да… Прошлый век… Так уже давно не происходит… Это не модно… А модно что? Что созданы структуры… Которые работают на больших денег… Выигрывает какая-то организация… Большой проект… На 100 тысяч… У Рижской думы… И всем известны… И всем известны… В городе… Я извиняюсь… Какого процесса… То, что Рижская дума утверждает этот проект… Происходит все намного рафинированнее… Идите туда… Там заказываете свет… У фирмы того-то… Которая принадлежит двоюродному брату этого… У тех… Заказываете… Общественное питание… Все… Никого не поймаешь… Все работает… Как Каморро сейчас… Как итальянская мафия… Намного сложнее… Намного структурирование… Намного… То, что вы говорите… Это позапрошлый век… Извините… Это смешно… Как это побороть… Опять же… Работает… Это… Опять же… Вот… Дакса Галина соприкоснулись… Из «Happy Art Gallery»… Подали на Рижскую Думу… Проект… Для того… Чтобы поддержали… Прекрасный… Международный… Проект… От Рига… Ивлечки Думы… Честно… Сказали… Это слишком маленьких денег… Пять тысяч… Да там врать нечего… Я думаю… Что… Я… Я… Ну… То, что было сказано… О прозрачности… И так далее… Извините… Это азбука современной жизни… Но… Тем не менее… То, что вот сказала Алита в конце… Как? Побороть… Вот… Круговую поруку… Если… Конечно… В учреждении… Я не наимен… Я… Очень хорошо… Слышу… Что у меня люди говорят… И… Если… Конечно… Есть созданная система… Где… Все… Вовлечены… И… И… Как бы… Работает… Эти… Ну… Там… Единственные возможности… Ну… Есть… Как бы… Умедрить крота… И… Который бы сдал… Это… 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 Работа КНАБа, наверное… Но… Для… Как бы… Держателя системы… Рыжской Думы… Ну… В этой ситуации… Самое главное… Ну… Ну… Нам надо менять людей… Которые ответственны за систему… Они… Не такое большое число… Ну… Там… Если… Отдельно брать там… Учереждение… Это не так… Что все… Тридцать работников… Все… Часть… Каморры… Как бы назвали… Там… Есть некоторые люди… Которые это создают… И… Как бы… Ну… На этом… Наживается… И… Просто… Ну… Если… Было… Ощущение… Что… Что… Изменения возможны… Я уверен… Что… Те люди… Которые сейчас… Просто… Там… Несмотря в том направлении… Потому что хотят сохранить свое рабочее место… И так далее… Ну… Они просто… Продолжат работу… И… Уже… По… Новым правилам… Без… Участия в… Каморре… Или в… Большой системе откатов… Я… Я… Ну… Вообще-то… И… По теории… И… Потому что я тоже… И знаю… Наслышан… Это… Никогда не такая ситуация… Где… Все… Все… Работают… В… Коррупционной схеме… Это… Всегда… Некоторые… И… Важный фактор… Чтобы… Ну… Если их можно поймать… Тогда… Это, конечно… Работает нам… Но если невозможно понять… Всегда можно… Как бы… Так… О чудо современных технологий… Евгений Лурье… Услышал нас ответ… Он… Наш… Наш… Вот этот фрагмент дискуссии… Ему посвященный… И он, значит… Внимательно служит прекрасную даму… А Юрису поставит отдельный плюс… Вот… Ну… Собственно говоря… На этом мы… Наша дискуссия… Но… Не разговор вообще… Подходит к концу… Надо сказать… Что… Основной… Сюжет… Который… Выявился… Я, честно говоря… Не думал… Что это вот… Именно так… Проявится… Что… Основные вызовы… Находятся не в зоне… Злоупотребления… Вот… Сегодняшней думы… И не в каких-то… Вот… Сиюминутных… Осложнений… Даже… Геополитических… Каких-то… А… В структурных… Сдвигах… То есть… Там… Третья или четвертая волна… Модернизации… И это… Главные вызовы… И людям… И странам… И… Самоуправлением… Особенно столичным… Это… И… Сдвиг… В школьной системе… Когда… Классно-урочная система… Накрылась… Медным тазом… Это… И… Кипергизация… И… Освобождение… Колоссальных… Массивов… Населения… Вот… Над чем… Надо думать… И… Разрабатывать… Адекватные… Ответы… На эти… Вызовы… Здесь… Пока… Заявка… Можно сказать… Чуть-чуть написано… А дальше… Пустое… Пространство… Которое… Мы с вами… Заполняем… В том числе… В ходе… Таких… Вот… Дискуссий… И… Я вот… Даю… Возможность… Юрису… В течение… Пары… Минут… Поставить точку… Вот… Здесь… Можно… Чуть-чуть… Заняться… Агитацией… Агитировали… Ну… Вот… В финале… Можно… А себе… Позволите… Минуту… Агитации… Пожалуйста… Я… Ну… Я… Конечно… Был бы… Очень рад… Если… Те… Которые… Здесь… Которые… Смотрят нас… Нашу… Искуссию… Проголосовали… За меня… Там… Ничего… Плохого… Там… Ничего… Ничего… Там… Дискуссия… Где можно… Не только… Говорить… Ну… То… Что важно… Сию… Сию… Минуту… Но и о том… Что будет важно… Через… Год… Два… Пять… Десять… Двадцать… Двадцать… И… Такая… Дискуссия… У нас… Получилась… Я думаю… Что… Мы… То… Что… Нас… Как команду… Между… Таким, Двадцать… В ней… В ней… Двадцать… Чтобы… Пойти… Двадцать… Двадцать… Здесь… Что… акции… enting… Сдруг… и идем таким путем, чтобы менять в Ригу лучшую сторону. И, конечно, всегда есть возможность улучшить нас, всегда есть возможность улучшить наши предложения. И я никогда не был уверен, что я самый умный человек на планете. И я всегда, когда я был ответственным за государственное учреждение, то же самое, я всегда считал, что самая главная моя задача – это найти людей, которые умнее меня, и принять их на работу. И я всегда так работал, что мне всегда нравится, когда со мной работают умные и умнее люди, чем я. И я так буду работать и в Ридической Думе. Находить людей, которые умнее меня, и делать то, что я умнее. И я умею идеи приводить, чтобы они потом становились нашей новой совместной ритмой. Так, спасибо Юрису Пуце, номеру второму списка Латвийского объединения регионов партии Латвийского развития. Первый номер – Мартинч Бондарс. Встреча с ним запланирована на 26 мая в 6 часов. Здесь же в Галилеях и 5 музеум. Но я приглашаю на эти дискуссии и на другие, не только фанатов списка Мартинча Бондарса и Юриса Пуца, но и представителей других партий, и даже тех, кто не участвует в муниципальных выборах, то есть не граждан, обладателей вида нажительства, живущих в Риге, но приписанных другим краям и регионам. Приходите, обсудим актуальные вопросы развития нашей малой в административных границах и большой Риге, и вместе с ней всей Латвии. Евроклуб продолжит это делать в рамках предвыборной пары, но и после, в межвыборный период непременно. Нигде, кроме как в Евроклубе. Спасибо. 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 Спасибо.